Уже как три месяца в парламенте тут бурной дискуссии, платить или не платить в конце года пожилым людям еще одну пенсию. И депутаты не только дискутируют по этому вопросу, они также разрабатывают, вносят на рассмотрение соответствующие поправки в закон о дополнительной пенсии, то есть плодотворно работают. Но вот вопрос, а где же результат? А с вами на связи я, Станислав Курулев, юрист по банкротству физических лиц. Подписывайтесь на мой канал и ставьте ваш королевский лайк. Для меня это будет лучшей наградой за мой труд. И вот 14 декабря депутат Госдумы Светлана Бессараб выступила от имени коллег и рассказала о перспективах выплаты в этом году 13-й пенсии. Выплата 13-й пенсии на Новый год в России на данный момент невозможна из-за особенностей формирования этих выплат, заявила депутат Бессараб, отвечая на вопрос, который днем ранее появился на экране во время пресс-конференции президента Владимира Путина. У нас солидарная система. Каждый работающий человек из своей зарплаты перечисляет страховые взносы, которые и идут на пенсионное обеспечение. Если у нас нет 13-й зарплаты, то сложно насобирать и на 13-ю пенсию. Тем более, что 13-я зарплата – это простонародное выражение. На самом деле это годовая премия, сказала депутат Бессараб. Депутат объяснил, что 13-я зарплата выплачивается из прибыли, полученной сверхнорматива, но у пенсионного фонда нет соответствующего дохода, поэтому и праздничные выплаты невозможны, денег на это просто нет. Однако вопрос адресовался не депутату, а президенту страны, но услышали мы ответ от парламентария. Между тем, Светлана Бессараб считается законодателем, долгое время отстаивающим в парламенте страны интересы пожилых людей. Она часто выступает с анатитивами в отношении пенсионного законодательства. Впрочем, Светлана Бессараб ничего нового и не сказала. Она просто констатировала уже свершившийся факт, так как в Госдуме рассмотрение законопроектов о 13-й пенсии прекратилось уже как несколько недель назад. Ее просто не будет. Депутаты передумали платить 13-ю пенсию и отклонили сразу две законодательные инициативы по данному вопросу. Итак, законопроект от партии «Справедливая Россия» достиг стадии рассмотрения только к концу 2023 года, а внесен в Госдуму он был еще в конце 2022-го. Согласно законопроекту, предлагал осуществлять ежегодные декабрьские предновогодние выплаты. По словам автора этого законопроекта Сергея Миронова, если пенсионеры получили бы предновогоднюю финансовую поддержку от государства, это подняло бы им новогоднее настроение и скрасило бы и без того нелегкие будни. Получив 13-ю пенсию, многие пенсионеры откажутся от кредитов. Людям не придется залезать в долги, а потом гасить их с большими непосильными процентами, говорил тогда Сергей Миронов. Судьбу законопроекта о выплате к новогодним каникулам 13-й пенсии, дополнительно к пенсии по старости, можно отследить из отчетов Думской электронной базы. Из этих отчетов мы видим, что законопроект о выплате 13-й пенсии перед новогодними праздниками был отклонен депутатами и судьба его, к сожалению, решена. Впрочем, в Госдуме был еще один законопроект, тоже про 13-ю пенсию, но внесенный на рассмотрение уже партии ЛДПР. Данный законопроект парламентом даже не рассматривался в первом чтении. Инициатива от ЛДПР широко освещалась федеральными и региональными СМИ. И многие парламентарии считали, что вероятность принятия такого закона достаточно высока. Но, увы, они ошиблись. Законопроект оказался никому не нужен. На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. А как считаете вы, действительно ли нереально найти деньги для выплаты 13-й пенсии? И для чего тогда велось такое огромное количество дискуссий по поводу данных законопроектов? Делитесь вашим мнением в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!